В качестве депутата Государственной Думы Александр Курдюмов приехал в Саров второй раз. В прошлом году он устраивал открытую встречу с общественностью, по итогам которой начал работу по обращению граждан. Кое-где решился вопрос, кое-где мы подтолкнули, но где-то, естественно, с одного запроса, с одного письма не получается это решить. Мы всем, особенно на личном приеме, я всем гражданам говорю, что все-таки с одного письма, с одного запроса решить очень сложно, потому что нужна кропотливая, тяжелая работа именно опять по всем законным требованиям граждан, по всем их заявлениям. Мы должны несколько раз даже обращаться в какие-то структуры. Если нет реакции от местной власти, депутат обращается к областному правительству, а затем и в правительство Российской Федерации. Поэтому ждать ответа порой приходится несколько месяцев. Проблемы, с которыми обращаются граждане, схожи. Это и медицина, и пенсии, и безразличие чиновников. Вот приходили в большой коллектив с вашей музыкальной школы, там есть проблемы по выплатам компенсации, дополнительных денег. И есть проблемы опять же с тем, что эти деньги куда-то были не в то место направлены директорам школы. Форму личного приема граждан Александр Курдюмов считает более эффективной, чем встречи с общественностью. Именно при общении за закрытыми дверями можно выявить истинные проблемы, которые волнуют жителей. Помимо широких вопросов, очень часто граждане обращаются к депутату Госдумы с личными просьбами, поскольку другие инстанции на обращение не реагируют. Мужчина приходил, который уже 15 лет не может получить пенсию, так как его опекун деньги берет и, естественно, ему не уплачивает ничего. И этот мужчина даже превратился, можно сказать, в человека без определенного места жизни, хотя у него есть квартира трехкомнатная и прочее. Чтобы разобраться в этой ситуации, Александр Курдюмов собирается обратиться в Генеральную прокуратуру. В следующий раз депутат Государственной Думы планирует приехать в наш город летом. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.